МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О главных темах выпуска. Цветами и аплодисментами в Бобруйске чествовали ветеранов Великой Отечественной. Как это было? Кинотеатр под открытым небом, встреча с мэтром и танцевальный флешмоб. Какими событиями еще запомнилась 74-я годовщина Победы? 3,5 километра и тысяча участников. За что сражались легкоатлеты и кто стал абсолютным лидером эстафеты? Спасибо деду за победу! В городе прошел шумный автомотопробег. Два года на волнах сладкого радио и 16 месяцев в телевизионном эфире. Медиахолдинг отметил профессиональный праздник. С того дня, когда все впервые ликовали и радовались победе, прошло 74 года. Многих героев и ветеранов уже нет. Но дети и взрослые неизменно дают дань памяти тем, кто боролся за свободу и независимость. Парады, миллионы цветов возле мемориалов и погружение в атмосферу 45-го. Этот праздник со слезами на глазах в каждом городе прошел по-своему. В столице Беларуси в церемонии возложения венков к монументу победы участвовал президент. В своем поздравлении 9 мая Александр Лукашенко заявил, ратный подвиг отцов, дедов и прадедов дал возможность дышать свободой и расти детей. И подчеркнул, великая победа – безусловное торжество жизни над смертью. Наш святой долг – окружить заботой фронтовиков и тружеников тыла. Уже вечером на площади у величественного обелиска прошел концерт. Финальным аккордом торжества стал праздничный салют. В этом году празднование Дня Победы в нашей стране проходит под девизом «Беларусь помнит». Бобруйск тоже помнит. В День Победы в нашем городе ветераны были в центре внимания. Для них пели песни, дарили цветы и встречали аплодисментами. 10 часов в железнодорожный вокзал Бобруйск. На перроне молодежь, представители общественных объединений и руководство города. Все ждут поезд Победы. Сегодня стилизованное прибытие на вокзал ветеранов Великой Отечественной войны. И очень важно, что в этих мероприятиях, конечно же, участвует молодежь. Я хочу от имени городского совета депутатов всех поздравить с Днем Победы. Пожелать нам, чтобы мы были все здоровы. И чтобы столетия Дня Победы тоже встречали бодрости и здравие. Особые, конечно, слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны, которые сегодня вместе с нами. Через считанные минуты ветераны Великой Отечественной прибывают в родной город. С почестями и аплодисментами их встречают благодарные жители освобожденного Бобруйска. Города, который не знает слова «война» вот уже 75 лет. Свидетелей самой страшной войны человечества осталось совсем немного. По словам представителя городского союза ветеранов Натальи Коноваловой, в Бобруйске в добром здравии проживают чуть больше 140 человек. Ими восхищаются, с ними хотят сфотографироваться, потому что каждый из них совершил подвиг, который будет помнить во всем мире тысячелетиями. С вокзала парадные уазики по главным улицам Бобруйска провезли ветеранов до мемориала воинам-освободителям. На Минской сотни горожан ждали героев торжества, чтобы вместе с ними отдать дань памяти погибшим в годы войны. Церемония возложения венков к монументу – неизменная часть торжеств в честь 9 мая. Мемориал – символ героизма, мужества и скорби. Здесь в присутствии ветеранов и ушедших героев слова о победе звучат по-особенному лично. Память и благодарность – та самая связующая поколение нить, которую нужно сберечь во что бы то ни стало. С цветами и портретами – должностные лица, представители духовенства, общественных организаций и бобруйчане. 9 мая отмечают целыми семьями. В руках горожан черно-белые фотографии – свидетели тех великих событий, которые оставили этот мир. Вообще целый город собирается. Это здорово, что люди помнят, бобруйск помнит, мы помним. Это семья, это память, это реликвия, достояние нашей семьи. Когда пошла война, он с одной миной бежали немцы, они стреляли в него, и у него из руки пошла кровь. И он одной миной убил там четырех немцев, и ему дали орден Красной Звезды. Он был очень хорошим человеком, он всегда всем старался помочь и никогда не оставлял своих друзей и товарищей в беде. Он попал в плен на войне и боролся до конца, чтобы пройти ее и отвоевать страну. Бабушка была лейтенантом, а дед был капитаном, и их захватили в плен, и они выбрались из этого плена, и у них есть медали. От взрослых до совсем юных в колонии «Беларусь помнит» шествовали порядка двух тысяч человек, и еще больше людей встречали вдоль маршрута. Среди них и экс-редактор вековой городской газеты «Бобруйское житё» Александр Казак. Самый волнительный праздник в году, и каждый год, это День Победы, конечно. У меня отец был участник войны, душой и сердцем я с ними, с победителем. 3000 метров до площади Победы – это, конечно, несоизмеримо с тем расстоянием, которое прошли наши прадеды и деды во время Великой Отечественной, освобождая нашу страну и всю Европу от немецко-фашистских захватчиков. Но эти три километра спустя 75 лет очень дороги ветеранам. «Большой праздник, который радует мое сердце всей души. Спасибо большое нашему народу белорусскому, который одержал великую победу над гитлеровской шумой». В этот день сами ветераны описывают свои чувства как горькую радость, и праздник в Беларуси соответствует. В День Победы в Бобруське не слышно лязга танковых траков. Демонстрация силы – прерогатива Дня Независимости. Ну а 9 мая город торжественно скорбит и отдает дань павшим и живым героям. На фронте, в подполье и партизанских отрядах бобручане стойко боролись с врагом, приближая счастливый день торжества славы. Великая Отечественная война стала величайшим испытанием для всего советского народа. Только на территории Бобруйска было уничтожено сотни тысяч военнопленных и мирных жителей. Память о них почтили минутой молчания. Сегодня в городе на Березине живут 142 ветерана Великой Отечественной войны. Радуют, что поколение победителей рядом с нами в праздничном строю. Дорогие ветераны, спасибо за победу. Низкий поклон и безграничная блажданость вам за радный подвиг. 9 мая – день, когда ветераны при параде становятся главными героями торжества. Для них поют песни, танцуют, их благодарят и поздравляют. Так было и в этом году. Но какими бы концертными программами ни старались удивить организаторы, ничто не заменит общение с живыми свидетелями истории. И это, пожалуй, самый трогательный момент Дня Победы. Когда сотни бавручан несли цветы прямо на сцену ветеранам. День Победы бавручане начали праздновать за сутки до официальной даты. Для горожан и гостей власти организовали насыщенную программу. Мероприятия помогли вспомнить основные вехи в истории Великой Отечественной и прочувствовать атмосферу мирного времени. Священная война. Встреча бавручан с Михаилом Фимбергом началась с главной песни июня 41-го. Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой. Мы только что приехали из другого города буквально пару часов. Там люди тоже вставали на песни «Священная война». То есть было настолько трогательно. Песни очень достали до каждого сердца. Концерт Национального академического оркестра Беларуси под руководством Михаила Финберга на несколько часов буквально парализовал движение в окрестностях центральной площади города. Все в обручении, несмотря на нетипичную прохладу, были в зале под открытым небом, пели вместе с солистами и на камеру делились эмоциями от встречи с мэтром. Все песни очень хорошие, артисты выступают замечательно. Мы хорошо знаем творчество Финберга и его замечательного оркестра. Мне очень нравится, что у него белорусский репертуар, песни на белорусском языке. Я слышу уже такие общепринятые, которые мы знаем, они переложены на белорусский язык. И это, конечно, очень хорошо и приятно. Мы в тренировочке, фитклорс-клуб женский, потренировались, мастер-класс часовой сделали по танцам. Мы в таком настроении пришли, соответственно, на концерт продолжить. На улице, конечно, холодно, но это никак не портит настроение. Солисты и руководитель коллектива принимали самые теплые отзывы зрителей на протяжении всего выступления. Михаил Финберг перед каждым номером старался общаться с залом и презентовал исполнителей. А те, в свою очередь, купались в аплодисментах. Какое впечатление в целом о этом городе? С каждым годом становится все лучше и лучше. И хочется возвращаться сюда снова и снова, видеть радостные глаза выборочан, чувствовать их открытые и добрые сердца. И хочется в этот знаменательный день пожелать вам всего самого доброго. Песню Великой Победы Катюшу ансамбль исполнил вместе с бобручанами. В завершении концертной программы благодарность за радушный прием Михаил Финберг поздравил всех с самым трогательным праздником весны. Я хочу пожелать всем вам, бобручанам, нашим родимым, только одно – это было все доброе. Мы будем делать все макшимое и немакшимое. Все, что нам нагадывает наш президент, мы будем обовязково выполнять. Потому что то, что сейчас нам подсказывает наша влада, только требует працевать, працевать и працевать. И все будет так, как нам потребно. Сменила оркестр на сцене легендарная музыкальная группа «Каскад». Войны-интернационалисты Бобруйска исполняли душевные песни и готовили зрителей к кинопоказу. Спустя час концертный зал превратился в кинотеатр под открытым небом. В программе фильм о подвиге советских летчиц. В небе ночные ведьмы. Что ты молчишь? Специально пришли или после концерта решили остаться? Специально и остаться очень интересно. Концерт, программа концертная. Ансамбль красиво выступала и фильмы, да интересно. Это история наших дедов и праздников, которые надо знать. Специально пришли. Ребенок вытянул, сказал, пойдем посмотрим, что, как. Только вот погода, что подводит, холодно очень. Как вам идея с кинотеатром под открытым небом? Мы второй год, мы в том году ходили. А это что такое? Все хорошо. Этот фильм раньше не смотрели, но детям фильмы про войну показывали. Вот ребенок очень любит фильмы про войну смотреть. Интересно посмотреть, что под открытым небом идет вот это. Дома-то мы всегда телевизор смотрим. А здесь, ну, интересно, конечно. Горожане признались, такой кинопоказ – отличная идея продолжения любого праздника. Поэтому на сеансах почти всегда аншлаг в любую погоду и время суток. Ангелина Дикун, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Беречь память, чтобы смело смотреть в будущее красной нитью – эта мысль прошла через все торжества. Мы отдаем дань уважения героям и делаем все возможное, чтобы подобное не повторилось никогда. В летопись Великой Отечественной войны немало славных страниц вписали женщины. Наряду с мужчинами они совершали ежедневный подвиг, неся на своих хрупких плечах все тяготы войны. На линии фронта они были медиками, летчиками, снайперами, танкистами, участвовали в подполье. А в тылу, прекрасной половине человечества, пришлось освоить множество чисто мужских специальностей. В день празднования Великой Победы воспитанники Центра дополнительного образования «Росквит» и представители Белорусского союза женщин организовали для горожан танцевальный флешмоб. Тем самым активисты отдали дань памяти всем героям неспокойного времени. Композиции для вальца выбрали известную советскую песню «Синий платочек». Такая песня, как «Синенький скромный платочек», конечно, очень душевная песня, которая врывается в сердце. И, наверное, какие-то ноты, такие патриотизма во всех нас восполняются. Поэтому было решено под такую песню именно спеть ее в городе Бобруйске. Флешмоб прошел в рамках республиканской акции «Беларусь помнит женское лицо Победы», которое приурочено к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Присоединиться к лирическому танцу мог каждый горожанин. В День Великой Победы праздничные мероприятия прошли по всему городу. В Первомайском районе центром притяжения стал молодежный парк. Ароматная солдатская каша и военные песни жители Первомайского района пришли в парк целыми семьями. Тон празднику сдавали художественные коллективы Бобруйска. Мероприятие под названием «И память в сердце сохраним» объединило людей всех возрастов. Горожане признали светлый праздник со слезами на глазах. Для них один из главных в году. Мой отец всегда любил песню одну про сковья. Мы ему заказывали. Он дошел тоже до Берлина, все там было и в Германии. Он был на передовой танкистом, сапер-минер. Так он на передовой все время был. И вот нам вот этого, как говорится, мы все время плачем. Вот День Победы, эти песни. Для меня День Победы это праздник всей нации. Праздник белорусов, россиян, украинцев. Оно сближает нас, это общая победа. Лично для меня это все-таки радость за то, что у нас сегодня мирное небо над головой. Мы очень должны быть благодарны тем людям, которые нам дали вот эту прекрасную, счастливую жизнь. Мы радуемся тому, что у нас сегодня мирное небо, что мы можем спокойно встречаться, любить, праздновать и от души дарить свое сердце и тем более свои работы, которые тоже приносят что-то людям. Каждый мог провести время с пользой. В парке работали ретро-площадки, фотозоны и аттракционы. А народные мастера и ремесленники представили выставку своих работ. Преодолеть трассу за минимальное количество времени. В Бобруйске в день победы по традиции прошла легкоатлетическая эстафета на призы редакции газеты «Бобруйское житё». В 75-ю годовщину освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков соревнования стала юбилейным 60-м. Спортивная форма, боевой настрой и более 800 участников. В этом году юбилейная 60-я легкоатлетическая эстафета собрала рекордное количество спортсменов. Первыми стартовали мужчины. Представители школ, колледжей, организаций и предприятий в команде, а их всего 84 по 10 человек. У каждого атлета свой этап. Сама же беговая трасса пролегала по Октябрьской, Интернациональной, Пушкино-Социалистической, Минской, Гоголя и Пролетарской. Более трех с половиной километров. Стало хорошей традицией в день победы 9 мая проводить легкоатлетическую эстафету, посвященную великому празднику. И этот год стал для нас юбилейным. Это 60-я эстафета, в которой принимают участие 48 мужских команд и 34 женские команды. Это очень приятно, что все-таки столько отвихнулись и приняли участие в нашей эстафете. Финишировали легкоатлеты на стадионе «Спартак». Первой пробежала команда «Северного сияния» ребята из центра доп. образования «Росквит». Нелегкие маршруты эстафеты спортсмены преодолели с общим временем 7 минут 40 секунд. В том году мы тоже заняли первое место среди не только клубов дополнительного образования, а также среди всех организаций и участников этой эстафеты. В этом году мы подтвердили нашу победу. 17-летний Макар Корнейцев вложил свою лепту в командное лидерство и в прошлом, и в этом году. Парень занимается пожарно-спасательным спортом и отмечает, участие в любых соревнованиях – это вызов. В первую очередь спортивный интерес – посоревноваться со всеми. Ну, тоже адреналин. Бежала 10 этап. Ну, со старта я стартовал хорошо. Ну, была уверенность, потому что отрыв уже был большой. Бежалась хорошо. Несмотря на пасмурную погоду, гонка была поистине жаркой. Не обошлось без падений и травм. Но, как отмечают сами участники, разбитые колени того стоят. Я бежала первый этап. Достаточно было тяжело по одной причине, потому что мы стартовали все сразу. И девочки, так же, как и мальчики, имели свойство где-то опихнуть, где-то толкнуть, чтобы быть первыми. Из девушек я не видела, чтобы падали. Я видела, что падали парни. И падали достаточно прям так хорошо. Но девочки тоже понимали то, что будет какая-то ответственность, то, что вдруг кто-то упадет. И поэтому они старались где-то опихнуть, чтобы никто не пострадал. По результатам эстафеты абсолютным чемпионом среди женщин стала команда 27-й школы. Их результат – 10 минут 59 секунд. Кстати, именно это учреждение образования ежегодно показывает достойный результат. Посему за заслуги приз от редакции газеты «Бавруйское житё» получила команда школы номер 27 из «Северного сияния». Мария Бересневич, Максим Галеонко. Итоги недели. Программа этого 9 мая получилась насыщенной и разноформатной. Особое место в череде мероприятий занял яркий и не совсем обычный автомотопробег. Разноцветные шары, музыка военных лет и множество украшенных автомобилей. Ещё до старта пробега горожане могли стать участниками конкурса на лучшее праздничное оформление железных коней. Кто-то украсил автомобиль воздушными шарами, флагами и наклейками с победными лозунгами. А кто-то постарался и не пожалел сил, времени и средств и превратил авто в боевую технику. Александр Карасёв уже давно хотел поучаствовать в автопробеге. В 74-ю годовщину победы всё сошлось. Нашлось время и автомобиль для патриотичного тюнинга. За двое суток свой старенький БМВ мужчина превратил в танк. На воплощение затеи признаётся, в ход шло всё, что было в гараже. Крюки вырезали, трос нашёл, раки друзья дали. Каждый по чуть-чуть. Друзья, знакомые, товарищи. Кто чем мог, кто тем и помог. В этом году для конкурса на лучшее праздничное оформление автолюбители постарались подготовить железных коней по-особенному. Каждый проявил фантазию и творчески подошёл к делу. Кроме флагов и наклейок с победными лозунгами, горожане украсили машины элементами боевой техники и камуфляжем. Впечатлялись автопробегами прошлых лет. 30 видов материалов применили, чтобы изготовить. 4 человека и 30 видов материалов. Одни сутки делали. 24 часа ночью закончили. Тут и дерево, и ПВХ, и скотч, и стрейч. Там очень много всех материалов. Задумка спонтанная абсолютно была. Погода была дождливая. В гараже как-то скучновато стало. Думаю, дай-ка попробую. И вот из подручных средств, что нашёл в гараже, увидел. В принципе, за два дня получилось. Слепит такое чудо. Признание зрителей получил советский автомобиль Александра Запала. Его «Москвич» 2141. 82-го года выпуска. Гламурный розовый цвет получил ещё год назад. А к автопробегу на машине появились надписи и рисунки. Долго ждали этот момент. И дочь хотела со мной вместе быть. То есть очень приятно. Автомобиль это наш. Разукрашивали вместе с дочей. Это её работа. Это наша сама рисовала. Этот авто-мотопробег. Шестой по счёту. Но такой масштаб отмечают организаторы. Он приобрёл три года назад. В колонне 150 машин и мотоциклов. Никто-то не смог, может быть, пройти пешим маршрутом, как сегодня было в городе. У кого-то, может быть, нету дедов, может, там бабушек нету. Вот они хотят их вспомнить таким вот методом проезда, поучаствовать в этом мероприятии. Ну, это дань памяти погибшим. Это не какое-то пафосное мероприятие. Это просто, чтобы помнили. После краткого инструктажа в сопровождении ГАИ колонна громко и торжественно выехала на главную транспортную артерию. Участников пробега приветствовали десятки горожан. А гудки и клаксоны слились в единую симфонию победы. Уже в деревне Сычково благодарные потомки почтили память павших воинов минутой молчания и возложили цветы к мемориалу Курган Славы. А после участники пробега хором исполнили знаменитую «Катюшу» и запустили в небо десятки воздушных шаров. Несмотря на праздничное настроение, без негативной ноты все-таки не обошлось. Уже вечером 9 мая в сети гулял пост, подпись которого гласила. Сейчас процитирую. В Бобруйске ветерана поздравили с Днем Победы и подарили мешок. Рюкзак для обуви. Грамота прилагалась. Новость моментально разлетелась во всех соцсетях и продолжает набирать лайки и комментарии. Пользователи то и дело постят резонансный случай к себе на странице и сетуют на власть. Многие, забыв об ответственности, которая прописана в законе, перешли даже на оскорбление. Телеканал «Бобруйск-360» решил разобраться в неприятной ситуации и узнать, на чьей стороне правда. Итак, мэр города Александр Студнев поручил руководителям предприятий и организаций, за которыми, к слову, и закреплены защитники Отечества, связаться с ними перед поздравлением, чтобы узнать, в каком именно подарке нуждаются ветераны. В нашумевшем случае так и было. Екатерину Прошину не только в День Победы, но и в другие праздники поздравляет завод биотехнологий. Именно с этого места работы тогда еще гидролизного завода ушла на пенсию Екатерина Прокофьевна. Вот комментарии дочери ветерана. Ну, поликлиника приходила, поздравила, принесли паек. А с гидролизного завода нам накануне позвонила Петровна и спросила, что надо, паек или, может быть, денежка лучше. Мы сами сказали, что нам нужна денежка, потому что мама, у нее асматик, хобла у нее, и очень много идет этих препаратов дорогих. И пришла Петровна, поздравила, цветочки принесла, конвертик принесла и сказала, купите сами себе, что хотите. Что же касается истории с мешочком, их в городе сшили на заказ. Всего 142 экземпляра. Для всех ветеранов без исключения. Изначально предполагалось, что именно в такую символическую обвертку в силе милитаря запакуют каждый подарок. Сотрудники завода биотехнологий, не зная, что делать с так называемым рюкзаком, решили положить конверт с деньгами в него. Однако некоторые родственники ветерана войны решили, что именно мешок и стал главным подарком. Позже эта идея вылилась во всеобщий камень преткновения. Для тех, кто сомневается, комментарий из уст Екатерины Прошиной. Посмотрели в мешочке, деньги я забрала, а этот конверт, вот он так и лежит, мешочек, это и конверт. Очень-очень благодарна, очень-очень даже благодарна. Всегда они поздравляют и с маем, и с днем женских. Ну, какой праздник мне было, всегда поздравляют. И накануне обитатели позвонят и спросят, что нужно. Всегда поздравляют, что я могу сказать, может ничего. А это все выдумка какая-то. Но даже и на этих словах скандальная история не закончилась. Родственница, которая опубликовала пост в сети, утверждает обратное. Вот фрагмент телефонного разговора. Я вот первый раз сейчас об этом слышу. Ну вот мы сегодня общались с бабушкой, и она сказала о том, что да, там лежали деньги, 150 рублей, и о том, что они попросили денежку именно, чтобы купить все лекарства. Вы об этом знаете? Нет, за столом уговаривалось, что 150 рублей перечислил завод, как работнику бывшему. Я не знаю, безналом они перечислили, деньгами подарили. А вот этот мешок и благодарственное письмо принесли и вручили. И благодарственное письмо было подписано именем мэра. Сегодня официальный представитель городской организации Белорусского общественного объединения ветеранов официально опроверг распространенную недостоверную информацию. Бобрусская городская организация Белорусского общественного объединения ветеранов официально заявляет, что данная информация не соответствует действительности. С глубокой благодарностью и уважением руководство города, трудовые коллективы и все общественные организации поздравили 142 ветерана Великой Отечественной войны, проживающих в городе Бобруйске. Ни один ветеран не был обделен вниманием. Да, были заказаны 142 рюкзачка, стилизованные под вещмешки, но они были выданы для того, чтобы в них положили, было положено продуктовые наборы и ценные подарки. Даже вчера мы узнали, что один из ветеранов прибыл в город Бобруйск на улицу Орженикидзе из города Минска. И мы еще сегодня поздравили, съездили ветерана Великой Отечественной войны, хотя проживающего в Минске, с Днем Победы. Исход истории таков. Прежде чем делать поспешные выводы, неплохо подумать и о возможных последствиях, которые, как минимум, могут испортить народный праздник. Дорогие друзья, сколько еще недостоверных историй должны появиться в сети, чтобы мы научились фильтровать информацию и делать правильные выводы? Сегодня люди верят всему, что написано, а позже становятся жертвами мошенников, покупают лекарства, делают заказы с предоплатой и остаются ни с чем. Ну а теперь к приятным новостям. 7 мая в Беларуси отмечается День работников радио, телевидения и связи. В этот день, в 1895 году, русский физик Александр Степанович Попов осуществил первый сеанс радиосвязи и продемонстрировал миру первый радиоприемник. В современном мире сложно представить жизнь человека без информации. Все это стало частью быта, сделало людей более мобильными и грамотными. Поэтому труд радио и тележурналистов имеет особое значение. Мы первыми рассказываем о событиях мирового и регионального масштаба, предоставляем вам возможность живого общения на расстоянии. Два года назад в Бобруйске началась новая эра. Горожане смогли настроить свои приемники на самую сладкую и, самое главное, местную радиостанцию страны – Zephyr FM. А через полгода мы вышли и в телевизионный эфир. Сегодня нашему медиахолдингу покорилась еще одна информационная платформа. С этого коридора рождается история. История Бобруйска. Символически его украшают фотографии тех, кто пишет летопись города. Сегодня мэр Александр Студнев посетил медиахолдинг «Бобруйское житё». С порога приветствия и теплые пожелания коллективу. Если в этом коллективе постоянно позитив и идей, которых хватает постоянно, то они не только будут известны в городе Бобруйске, но и за пределами и Минска, и еще дальше. Это лицевой. Этот визит исключительно по приглашению. Подобного в Бобруйске еще не было. Самая крупная медиаплощадка города организовала для себя и гостей пресс-завтрак. Повод – профессиональный праздник и день рождения самого сладкого радио страны. Мы хотим ежемесячно, вот именно под брендом пресс-завтрак, собирать здесь людей, которые неравнодушны городу, людей, которым есть что сказать. Это и область медицины, и образование, и промышленность, и ЖКХ, и культура, и досуг, и идеология. Чтобы мы здесь обсуждали, чем мы можем быть друг другу полезны, чтобы мы обсуждали какие-то проблемы, которые возникают, и общество нам подкидывает, как эти проблемы решать. В празднике принято обмениваться подарками. Холдинг получил от руководства города практичный – микроволновку. В ответ для Александра Студнева – неожиданный. Фотография в непринужденной обстановке. Таким, без костюма и официоза, его можно запечатлеть крайне редко. Спасибо. Кстати, сегодня мы стали на шаг ближе к аудитории. Zephyr FM запустил собственное мобильное приложение. Пока оно доступно только пользователям смартфонов на Андроиде. Но в скором времени владельцы яблочных телефонов тоже смогут скачать программу. Приложение позволит увеличить аудиторию в интернете и слушать качественный контент без перебоев. Мы запустили мобильное приложение, радио, и учли все интересы радиослушателей для того, чтобы в твоем телефоне было приложение, которое в себе объединяло все необходимые запросы. Горячая кнопка «Предложить новость», «Написать привет», «Позвонить в прямой эфир» – это то, что делает проще и доступнее связь, и обратную связь с нашими радиослушателями. Все, что выходит в FM-диапазоне у нас на радио, это секунда, ее повторить нельзя. А мобильное приложение нам позволяет публиковать их, сохранять интересное интервью, какие-то программы, которые, где бы ты ни находился, всегда можно включить, послушать. После торжественной части и легкого перекуса – прямой эфир. Из-за плотного рабочего графика городоначальник нечасто выходит в трансляции на волнах «Зефир-ФМ». Но в день рождения сладкой радиостанции отказать не смог. Я постоянно в эфире, я постоянно слышу последние новости, я слышу поздравления жителей города и вашей программы, которые звучат сегодня в радиоэфире. Это очень важно и очень интересно. То, что касается телевидения, это тот источник, который каждый себе человек, наверное, уже после работы, может спокойно отдохнуть, посмотреть, более внимательно увидеть, что произошло в течение дня в городе. «Зефир-ФМ» – это команда молодых и амбициозных ребят. Новостники, ведущие, диджеи – все они совмещают профессию с увлечением, придумывают новые проекты, несут ответственность за каждое слово, создают настроение и влюбляют в свои голоса слушателей. Одной фразой – болеют за общее дело. Я с детства мечтал стать радиоведущим, и два года назад эта мечта осуществилась. Более того, у меня теперь, собственно, радиошоу, называется «Мужская территория» вместе со своим коллегой Алексеем Бочкаревым. Слушайте нас каждый четверг в 20.00. Работа мне моя очень нравится, потому что, ну, это интересно. Это интересно быть в курсе событий всегда. Ты всегда знаешь, что происходит в стране, в мире, в городе. И самое главное – это своему слушателю дать информацию понятным языком. Так как мы уже существуем почти два года под названием «Брутона и блондинка», то можно сказать, что это стало неким брендом, брендом утра, брендом просыпания. И все отзывы людей, которые говорят «Спасибо нам за это», значит, мы не зря, как говорится, зарабатываем свои деньги. Но всего этого вы бы не увидели без нашего телеканала. Журналисты, редакторы, ведущие, операторы, видеоинженеры, выпускающие «Бобруйск-360» ежедневно создают яркую картину жизни города и не только. Новости, итоги недели, а еще ужин с шефом, диагноз «Бобручанин», без галстука, специальные репортажи и по-честному с Ангелиной. Все эти передачи вышли на телеканале всего за полтора года и нашли отклик даже у самых требовательных зрителей. За креативный подход и профессионализм наш коллектив регулярно награждается в медийных конкурсах. Из последних Ангелина Дикун за спецрепортаж «10 баллов боли» про спитакское землетрясение в Армении и «Узники судьбы» «Историей несовершеннолетних заключенных» стала одной из лучших телевизионных журналистов года, за что получила награды от министров информации и МВД. Во время вручения мне главного приза в номинации «Лучший автор» от министра МВД было сказано о том, что мои работы похожи на небольшие настоящие, но короткометражные фильмы на криминальную тематику. Для меня это была очень высокая оценка, это довольно приятно. Ну и, конечно, очень важно, чтобы признавали зрители то, что мы делаем вместе с командой, с оператором, с монтажером, потому что все это направлено именно на то, чтобы было интересно по ту сторону экрана. Этот успех – труд небольшой, но дружной команды, в том числе и той, что остается за кадром. В будущем медиахолдинг сдавать позиции не намерен. А что будет – увидите сами. Елена Кутузова, Евгений Юшковский, Максим Галеонко, Андрей Богдан. Итоги недели. Этой хорошей новостью мы заканчиваем итоги недели. С вами была Елена Кутузова. Благодарю за внимание. Мы обязательно увидимся с вами в следующую субботу ровно в 20.30. Хороших выходных!